Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Леся Гайдук, ведущая праздников, и сегодня я вам прочту новую сказочную историю. Надеюсь, она вам понравится. А сказку, которую мы сегодня будем читать, называется «Мерин». Жил у старика на дворе Сивый Мерин. Хороший, толстый, губа нижняя, лопатой, а хвост лучше и не надо, как труба. Во всей деревне такого хвоста не было. Не наглядится старик на Сивого, все похваливает. Раз ночью пронюхал Мерин, что овес ногу мне молотили, пошел туда и напали на него десять волков. Поймали, хвост ему отъели. Брыкался он, брыкался, отбрыкался, ускакал домой, но без хвоста. Увидел старик поутру, что какой-то куцехвост у него. А без хвоста Мерин все равно, что без головы, глядеть противно. А что же делать? Подумал старик, да мочальный хвост ему пришил. А Мерин воровать опять ночью на гумно. За в сом полез. Десять волков тут как тут. Опять поймали его, ухватили за мочальный хвост. Оторвали, жрут и давятся. Не лезет мочалка в волчье горло. А Мерин отбрыкался и к старику скакал, и кричит. Беги на гумно скорее, волки мочалкой давятся. Ухватил старик кол, побежал, глядит на таку десять серых волков. Сидят и кашляют. Старик колом, Мерин копытом приударили на волков. Старик колом, Мерин копытом приударили на волков. Взвыли серое прощение, стали просить. Хорошо, говорит старик, прощу. Пришейте только ему хвост обратно. Взвыли еще раз волки и пришили. На другой день вышел старик из избы. Дай, думает, на сивого посмотрю. Взглянул, а хвост у него крючком. Но только волчи. Ахнул старик, да поздно. На заборе ребятишки сидят, покатываются и гогочат. Детка лошадям волчи хвосты выращивает. И прозвали с тех пор старика хвостырь. Ну что, мои маленькие друзья, вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Ну а сейчас давайте будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok